Добрый день, дорогие путешественники! Сегодня у нас небольшая, но очень загадочная экскурсия по городу Отрадному. Город не город, поселок не поселок, но в свое время это был Георгий Энсвальды, один из гламурных поселочков Светлогорска. А почему гламурный сам Светлогорск? Он именовался Раушен, а Раушен мы произносили от слова «раут», то есть приезжали дамы, немецкие барышни в красивых шляпках, гуляли в деревне Рауты. Раушен, Рауты происходили и много чего интересного. Объектов у нас сегодня будет немного, но они не из туристических троп. И начали мы с вами сегодня с обрыва на берегу Балтийского моря. Сейчас мы находимся с вами около здания вокзала города Георгий Энсвальды, Растры которого и сама архитектура говорят о том, насколько живописным и многочисленным был курорт Георгий Энсвальды и достаточно популярным. Здание, которое выстроили в 1912 году в стиле исторического живописма, так называли этот стиль больские архитекторы. Здание огромное и совершенно необъяснимо нам сейчас, современникам, как в таком маленьком поселочке Георгий Энсвальды, ныне Отрадное, с численностью в 4000 человек, вот такое замечательное, красивое и цельное архитектурное сооружение вокзала. Еще одно интересное место в поселке Отрадном Георгий Энсвальды Дом-музей Германа Брахерта, немецкого скульптора, который проживал в этом доме с 1919 по 1944 год, со своей женой Марией Брахерт, которая урожденная в городе Санкт-Петербург. Вот как бы вот такое удивительное совпадение оно произошло. Работы интересные. На территории музея, когда вы прогуляете здесь, работы с мануфактурной фабрики «Катушечный» бывший вагонозавод демонтировали, принесли интересные барельефы. Также здесь хранится в музее «Девушка с кувшином». Все его уникальные работы, которые фиксировала и фотографировала творчески Мария Брахерт. Сам же Герман Брахерт, деятельный человек, еще и работал преподавателем на янтарной мануфактурной фабрике и в Академии художеств и промыслах. А сейчас мы с вами находимся около гостевого дома «Старый дуб». Это один из многих уютных гостевых домов, которые раскиданы уютно, можно даже сказать, по всему отрадному. А этот особенный тем, что он расположился между корпусом санатория отрадного и грязелечебницей. Территория настолько велика и зеленая, что здесь можно с наслаждением прогуливаться уже по самой территории. Дом очень уютный, и даже есть очевидцы, которые видели хозяюшку этого дома. В 1953 году она приезжала сюда, старая немка. Это был ее особняк. Далее он был пансионатом, а сейчас это гостевой дом, старый дуб. Ну, о том, что санаторно-курортное место отрадное Георгия Ансвальды, это не простые слова. Климатолечению здесь придается огромное значение. Крупный санаторий отрадное, федерального значения. Наполняемость у него круглый год. Популярность связана с тем, что великолепно качественная водогрязелечебница. Замечательный преподаватель лечебной физкультуры. Замечательное питание. Два-три корпуса, которые удобно расположены среди многочисленной зелени, листвы. Несколько корпусов. И все это недалеко от берега моря. Дальше рассказ об отрадном невозможно продолжить, не улыбаясь, потому что самые теплые, самые яркие ощущения какой-то радости детской. Ну вот розовый слон, этим все сказано. А на самом деле территория большая, уютная, даже не чувствуется ветер. Первое, что здесь было восстановлено, это туберкулезный санаторий. Ныне это детский санаторий. И я очень рада, что вот так сегодня в пасмурный день нам подняла настроение небольшая скульптурка. Но все сказано этим. Скульптурка розового слона. Отрадная.